МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трасса Димитровград-Узюково-Тольятти продолжится, а до 2021 года на этом участке будет отремонтировано еще порядка 15 километров дорожного полотна. Таким образом, в ближайшие 2,5 года трасса протяженностью в 33,5 километра будет полностью заасфальтирована согласно новым технологиям. У нас здесь асфальтобетонная смесь сделана по европейским стандартам, предварительно основные стандарты, то есть федеральным центрам, губинаторам Ульяновской области, правительствам в целом, поставлена задача, то есть идти, ногу, не оставаться от моды, так сказать. И здесь нестандартная щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь, она применена от ЧМА-16. Эту категорию щебеночно-мастичного асфальтобетона от своих предшественников отличает более качественное сцепление самого щебня. Ремонт автотрассы проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». В этом году, чтобы отремонтировать 14 километров трассы, потребовалось 150 миллионов рублей. Раньше вообще вот стойки все поменяли, из-за этого все. Сейчас вот ездит хорошо, спокойно, дорога отличная. Спасибо, что сделали. Не трясет? Нет, не трясет. Контракт с подрядчиком действует по принципу жизненного цикла. При таких условиях организация не только выполняет ремонт дорожного полотна, но и занимается его содержанием. От Новой Майной до Филипповки нанесли шесть новых дорожных разметок, организовали остановки, установили дорожные знаки. Сейчас занимается освещение. Приемки дорог активно участие принимают представители общественной палаты и палаты справедливости района. Мы выезжаем на проведение работ, контролируем проведение ремонта работ, определяем температуру укладываемого асфальта, бетонного покрытия, проверяем качество проведенных работ. А у вас какие-то определенные специалисты есть для этого? Мы привлекаем определенных специалистов по данным видам работ. До конца года, согласно нацпроекту, в Ульяновской области в порядок приведут 108 километров дорог на 46 участках. Рината Леулова, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ из Меликесского района.